здравствуйте мои дорогие подписчики здравствуйте мои дорогие шахтеры шахтерки в этом видео я хотел бы рассказать вам о такой вещи как майнинг показать своего альта это мой альта он умеет майнерские скиллы и он умеет скиллы на производство на переработку это в общем такой персонаж который принципе учит все что связано с производством с маленьком с переработкой с добычей газа и с него я буду вам показывать всякие гайды на добычу газа на добычу руды баха и так далее на повседневность на переработку на крафт дредноута скоро мы собираемся крафт дредноута наши в их а это все тоже будет показано ну да ладно сейчас мы говорим о шахтерстве некоторые думают фу шахтерство все дела только но бы этим занимается открою вам секрет и кого это вообще было секретом без таких без таких людей как шахтеры не было бы у вас не пвп ничего либо другого не фарма миссий так через 30 минут отключится сервера ну да ладно не фарма миссии ничего либо еще потому что шахтеру это основополагающая сила в их онлайн нет шахтеров нет кораблей нет кораблей нет пвп нет пп нет ничего вы поняли мою идею то что без руды без ее добычи не получится крафтить ни один корабль ни один модуль ничего так что это очень гордая профессия может даже сказать самая важная профессия в их онлайн ну да ладно перейдем дальше так начнем пожалуй с наукав которые вам будут нужны для шахтерства появляетесь вы в игре пока вам доступны корабли виде винтуры я думаю все знают винтуру как же можно не звать не знать винтуру так давайте покажу вам науки еще переработка сырья значит из главный наш навык это навык майник он увеличивает нам 5 процентное увеличение вырубки экстракторов на уровень а также он нужен для большинства кораблей майнинг для майнинга и для большинства модулей также маленьком great он также нужен для большинства модулей и он сокращает цепу поедание цепу модулями для апгрейда майнинг лазеров также нам понадобится навык астрогеология этот навык также нужен для большинства модулей для майнинга и он дает нам также 5 процентное увеличение выработки экстракторов на уровень навык также неплохо было бы выучить навык репроцессинг этот навык нужен для переработки обогащения руды и льда с получением очищенных материалов при помощи цехов переработки это больше к производству относится но мои мой вам совет если вы профессионально занимаетесь майнингом вы должны уметь перерабатывать вашу руду тогда вы будете получать гораздо больше денег и гораздо легче будет перевозить эту руду куда-либо если вы перерабатываете ее на каких-то станциях где меньше налог или даже на своем оси то есть желательно выучить это так пройдем же по кораблям которые которые нам понадобятся стремиться после того как сядете на винтурку нацепите на нее обычные майнинг лазеры и будете добывать руду показывать час винтурку с майнинг лазер меня не буду этому все знают об этом кто хоть чуть-чуть начал играть онлайн так давайте начнем с буровых кораблей это баржи так называемые баржи у нас есть три типа к ветр прокурор и ретривер начнем мы с самого так сказать короля добычи что она может позволить король добычи руды среди т-1 баржа эти кораблей типа баржи так навыки на него вот вы можете посмотреть перец как я говорил астрагеология майнинг наука которая нам понадобится для копирования чертежей вообще она нужна для очень многих навыков будущем индастрии пятерку также на производство то есть на самом деле если вы учим вы учите майнинг вы также учите параллельно на навыки на производство и так далее майнинг фрикатор который вы обязательно выучить спешим команды единицы в общем но вы видите навыки принципе то что я и назвал навык майнинг баржи астрагеологии так рассмотрим этот корабль он имеет бонус 5 процентный на повышение дальности действия буровых лазеров и 4 процентный бонус на сокращение продолжительности рабочего цикла буровых лазеров также установка для бурения льда это понятно так он имеет у нас три слота для установки лазеров глубокой выемки по сравнению с другими кораблями давайте сравним его с прокурором и ретривером следующий по добыче руды и по так сказать степени вашего использования идет корабль ретривер ретривер имеет на 2 процента меньше бонус на сокращение рабочего цикла но также он на 20 процентов повышает производительность бровых лазеров и на 20 процентов сокращать потребление энергии установками для бурения льда и продолжительных их рабочего цикла этот корабль отличается от к ветра тем что по сравнению с к ветром у него большой отсек для руды у ретривера даться 2000 у к ветра 7000 если до 7000 у к ветра но он имеет всего две пушки к ветром имеет три пушки этот корабль имеет две пушки по средним слотам и слотам малой мощности они 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 немного отличаются то есть ретривер имеет три слота малой мощности а к ветер 2 но в то же время как бы это принципе повлияет на наш на нашу добычу потому что мы сможем ставить в ретривер на один маленьком great больше но все равно у ретривера в любом случае будет меньше добыча чем у к ветра но так как он имеет большой грузовой отсек для руды мы можем добывать по времени гораздо больше чем к ветра к ветер это самая мощная машинка но самая маленькая по добычи то есть для того чтобы комфортно добывать на к ветре вам либо придется скидывать всю руду в космос и летать за ней потом на грузовике либо придумать что-то еще также эти оба корабля имеют маленькую маленький запас прочности так сказать они имеют маленькую прочность силового поля маленькую прочность корпуса щитов ну вы поняли брони но когда вы столкнетесь с проблемой суицида когда вас первый раз убьют в империи на добычу руды вы задумаетесь что же делать как же быть и тогда на свет выходит прокурор прокурор этот корабль имеет такой же бонус на сокращение продолжительности рабочего цикла как у корабля ретривер но он имеет 150 процентный бонус на повышение производительности на самом деле факту выходит что у нее две с половиной пушки хотя изначально у него одна пушка но с этим бонусом это две с половиной пушки и также у ретривера с его 20 процентным бонусом и двумя пушками получается две с половиной пушки но по слотам по слотам он имеет слотов меньше среди маленьких слотов чем ретривер то есть туда можно вставить меньше майнинг лазера будлейдов и вы будете добывать меньше руды то есть этот корабль самые маленькие по добыче руды из всех этих трех кораблей но но это компенсирует его один такой великолепный бонус этот бонус это достаточно большой щит если вы ставите еще какие-нибудь модули на щит то вы вас нельзя будет суицидовать в 12 корабля то есть в принципе 34 корабля вас суицидит но это уже будет бессмысленно для самых суицидеров потому что не потеряет денег столько же сколько насколько они вас убили потому что корабль не такой дорогой в общем это самый там кого из всех кораблей также он имеет отсек для руды 12000 метров кубических что-то среднее между ретривером и коветром и имеет бонус на 50 процентов увеличения поражающих действий бортового оружия тронов что позволяет нам неплохо так дать отпор не писи либо какому-нибудь не писи потому что если на вас нападут в минусах где-либо то вряд ли вы сможете отбиться любом случае так ну значит давайте теперь кратенько всех трех кораблях что вы еще раз поняли к ветер самая большая выемка самый маленький отсек и и одна из самых маленьких самый маленький размер щита и брони значит ретривер меньшая выемка чем у коветра самый большой грузовой отсек такой же щит прокурор самая меньшая выемка самый большой щит и средний грузовой отсек рубились в рубились также прокурор а это самый лучший корабль для добычи да но про добычи да я расскажу в другом видео сейчас на свет идет добыча руды и так далее так давайте рассмотрим чем же мы будем добывать нашу руду так сядем мы пожалуй на наш короля добычи так значит мы добываем руду стрипмайнерами которые у которых цикл 144 секунды это т1 стритмайнеры они пока майнинг четверку из не ошибаюсь и в принципе мы их обязательно выучим когда будем учить наши наш корабль так вот до майник четверку и баб на стрипмайнер имеет больше цикл чем а маник лазеры и также добывает больше руды также мы вот в этом фите у меня стоит 300 майнера 2 маленько лазер апгрейда обязательно нужно ставить сервей сканер потому что он позволяет нам я покажу что она позволяет чуть попозже он научится тоже очень быстро требует вроде навык типу менеджмент двоечку всего лишь это т2 версия также у меня тут стоят два медиум процессора которые увеличивают нам цепую если не ошибаюсь да я не ошибаюсь он увеличивает нам цепу потому что мне не хватало видно цепу на установку чего-либо этот фит я собирал давно ну так вот когда мы выучили эти лазеры мы должны задуматься что же дальше делать а дальше делать все очень просто надо учить т2 стритмайнеры открываем сейчас я пересяду на другой корабль на котором они установлены и расскажу немного про т2 стритмайнеры их особенность так вот наш ретривер с тремя майнинг лазер апгрейдами также сервай сканер увеличение щита чтоб нас не убивали с выстрела и давайте рассмотрим уже модуль это стритмайнеры что такое модуль это стритмайнеры первых смотрим какие нам науки нужны всего лишь майнинг пятерку который нам и так обязательно надо учить так чем же эти лазеры круче других лазеров как бы они имеют достаточно меньше по факту изначально они имеют меньшую производительность чем обычный стритмайнеры давайте я вам покажу так а секунду блин так 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 производительность продолжительность используем так течи то пропустил секундочку разве за цикл видите модель это стритмайнеры 360 метров кубических за цикл а у стритмайнеры обычного 540 вы подумайте что же такое это же т2 лазер почему не умеешь производительности как такое может быть такое может быть очень просто особенность этого лазера это использование кристаллов для каждого вида руды вы используете свой вид кристалла допустим если я добываю в империи определенный вид руды допустим другие класс я беру это кристаллы вкачиваю для него нужны тоже свои навыки 2 классы и процессе который сокращает потери при переработке именно плагиа класса что принципе тоже полезно тут бесполезных навыков нет все полезно для лагиа класс майнинг кристалла так что же дает нам этот кристалл мы вставляем его в пушку как патроны и этот видите он дает нам модификатор выработки при специализации на стероида то есть 1625 это модификатор который увеличивает нашу добычу у этого лазера именно для определенного вида руды смотрите производительность этого лазера за цикл становится по именно этому виду руды 1593 метра кубических за цикл именно плагиа класса квартиристиках же у нас 910 это он не считает наши маленько т2 маник лазер апгрейды которые дают нам по 10 процентов по 9 10 процентов 9 процентов к бонусам также тут нужен навык маник апгрейдс и маник что я говорил ранее так вот для каждого вида руды которые вы добываете вы учите свой а свой вид кристаллов для каждого кристалла нужны какие-то свои определенные специфические навыки но некоторые навыки соответствуют но такие навыки допустим как видите кроки процессинг кроки это крокет это руда более редкая чем этой поэтому чем где класс поэтому меню нужны более высокие навыки ну так вот в принципе про маник лазеры все понятно все легко выбираете ту руду которую будете давать качайте на нее лазером когда вы перестали ее добывать приходите на более тяжелую и пока не прокачайте все кристаллы потом когда вы как бы сделали все это вы можете уже подходите близко к тяжелым буровым кораблям это халк макенав и скиф в принципе по так сказать соответствую добычи к грузовому отсеку и к танковке все то же самое что у коветера прокурора и ретривера только тут имеют более высокие бонусы на бычу руды более высокие бонусы на танковку более высокие бонусы на лед и так далее то есть все более завышены чем так сказать обычных кораблей так же больше щитов больше больше средних слотов больше слотов малой мощности и так далее видите тут три слота у него а у допустим халка у него аж у халка два слота до у макенава который у которого было если не ошибаюсь больше слотов чем у прокурора который макенав является так сказать нашим ретривером у него также три слота то есть в этом получается что в т2 варианте наш так сказать прокурор точнее макенав который прокурор который не прокурор который ретривер имеет такую же добычу как такую же точно такую же добычу как скип то есть эти корабли сравнялись по добыче по отношению к ретриверу и прокурору если мы помним у ретривера добыча была чуть чуть выше из-за того что он мог ставить три моника лазера моник лазер апгрейда а прокурор мог ставить тоже 3 паркур мог ставить 2 моника лазер апгрейда все правильно а здесь а скип может вставить три и также макенава может тоже три то есть они сравнялись в этом плане так что в т2 варианте мы рассмотрим много позднее когда я покажу фарм в х я покажу фит на т2 вариант и когда буду фармить в х именно руду и покажу какую лучше корабль использует для фарма руды в х кури лучше руду фармить это мы посмотрим все тоже позже немного так данный месяц я поставлю паузу вылечу из тока и покажу вам примерно как происходит фарм и так далее пауза так вот мы принесли на астероидный пояс так если я скажу вам пару слов про дронов про которых я забыл упомянуть а значит корабль данный момент я лечу на нашем так сказать коветре коветер имеет 50 мегабитный канал и 50 50 метров кубических отсек а то есть он может использовать 5 средних дронов за раз 5 средних дронов которые в афк режиме нам дадут неплохую защиту от небеси ретривер и прокурор могут использовать только средних дронов то есть 5 средних дронов у них всего 25 мегабит каналы 25 мегабит отсек но либо допустим два не 5 среди 5 легких либо допустим два средних дроны один легкий там ну и так далее все зависит от отсек также я забыл точнее не забыл даже специально не упомянул можно сказать про майнинг дронов да есть майнинг дроны имеет свою добычу они принципе повысит нам добычу но если вы соло если у вас нет так сказать флота который бы с вами тоже майнил и защищал бы вас от неписи то как бы я не очень вижу смысл в использовании майнинг дронов лучше выучите себе обычных дронов и используйте их если вы особенно делать этого пока вот майнинг дроны на них особо навыков там и тоже не надо новых дрон смайнинг дрон оперейшн майнинг как бы все и у них есть свой свой своя добыча за цикл в принципе как бы их можно использовать 20 метров кубических за цикл это очень мало но почему бы и нет как бы если вы хотите используйте там принципе ничего особо сложного нет по навыкам и так далее так вот мы прилетели на строенное поле для начала вам нужно бы настроить себе обзорную панель где вы будете видеть все астероиды желательно так сделать чтобы знать где что находится в скольки метрах и так далее ассортируем по расстоянию прилетели неписи мы выпустим дронов наших я почему-то умею водить только 5 виду не наук только 4 наук 5 не качану так выпустили наших дронов задали им агрессивный режим все теперь когда нас начнут атаковать наши дроны а сами атакуют в ответ этого эту не пись которая прилетела к нам которая нам угрожает перейдем майнерский режим можно сказать и сначала что мы сделаем выберем руду которую мы будем добывать данный момент я делал обычный стрип майнеры т1 то есть без т2 то есть нам без разницы что добывать уж кристаллы у нас не то я не стоят я допустим соберу речь плагиа класс видите эти приписки мы конденсат массив вот таких минералов у них большая степень ресурсов не ведь и на 10 процентов больше минерал чем стандартный трагиа класс ну вот они все 7000 метров от меня мыс я использую сервай сканер когда цикл срывай сканера прошел мы видим список руды в 22 километрах от нас что его радиус 22 километра выбираем из них речь плагиа класс смотрим 16000 кубов речь плагиа класс 14 километров мы можем принципе цель этих целим речь плагиа класс и запускаем наши лазер и так мы их запустили теперь а почему зачем вообще нужен этот модуль видите 16000 единиц 16000 единица речь плагиа класса так сейчас придет цикл и мы выключим наши лазеры и посмотрим сколько у нас этого речь плагиа класса останется как бы этот модуль нам нужен чтобы наши лазеры не работали впустую чтобы всегда знали сколько руды в таком-то астероиде потому что если там будет допустим останется сотню руды а вы запустите свои майнинг лазеры они пройдут цикл вы монет эту сотню руды за 5 секунд этого цикла и потом будет работать просто впустую как бы ничего не добывая как бы главный минус и неудобство так сказать майнинга в фк в империи что в рудах мало астероидах мало руды может качество разделить 3 лазера на 3 строит это растяется на большее время но все равно как бонуса добыча в х то что там все астероиды имеет бешеного бешеное количество ресурсов никто может такой малюсики астероиде к там будет сто тысяч количество там или 200 тысяч это тоже все покажу будущем видео также я покажу гайд по добыче газов в х и сказано самом деле неплохие деньги тут и его тоже стоит добывайте счастье выжить маха если у вас есть на это время и и желание вы можете там добывать еще все что угодно все что там есть можете полностью вырабатывать это тоже все покажу в будущем следующем гайде по майнингу также пока идет цикл я расскажу быстренько о том что еще буду записывать с этого персонажа я запишу небольшой гайд по производству также расскажу про и чего я его использую на посе и так далее как вообще использовать пост для переработки руды как бы и насколько это выгодно также мы в скором времени собираемся строить дредноут об этом тоже будут видео и какова постройка что для него нужно нужно и так далее в наше в х так цикл заканчивается я выключу сейчас лазеры так смотрим видите 16000 единиц делаем еще один цикл и видим что осталось тут 15 остался 7000 то есть мы выменили 9000 единиц за наш цикл 8618 ну и можно примерно понять сколько там останется то есть этот модуль нужно чтобы наш лазер не работали в пустое вот если я сейчас начну майнить а это то строят всеми тремя лазерами то получится так что я буду какое-то время работать пустую то есть они не получат столько сколько можно за цикл мы получили 900 498 тысяч исков 102 лазерами это был бы примерно 800 900 тысяч исков с этой обычной руды не самый я сейчас не знаю точно ее цены но это достаточно не дешевая рута именно которое можно найти в империи потому что добывать тот же в спарах или еще чего-нибудь в общем вы можете посмотреть в интернете есть много сайтов просто набирайте в букле цены на руду в онлайн и там будет все и все таблики где добывается и где можно найти ссылки давать на что-то определенное я не вижу смысла потому что этих сайтов очень много так ну пожалуй на это все ставьте ваши большие пальцы вверх подписывайтесь на канал оставляйте комментарии мне будет очень интересно их почитать и до скорых встреч всем пока